Сейчас на малом поле центрального стадиона полным ходом ведутся работы по выемке грунта. В некоторых местах уже даже выкопаны специальные канавы. Впоследствии в них будут прокладывать коммуникации. Это первый этап широкомасштабных работ по реконструкции площадки. Популяризация футбола очень возрастает за последнее время. К нам в секцию приходит очень много ребят, желающихся заниматься футболом. В связи с этим было принято решение постелить искусственный футбольный газон на малом поле спортивного комплекса «Уральский трубник». Тендер на проведение работ выиграла компания, которая имеет богатый опыт в благоустройстве стадионов. Ее специалисты поменяли покрытие с естественного на искусственное уже на нескольких площадках Свердловской области. Компания-подрядчик обещает, что в Первоуральске все работы будут закончены к середине июля. На данный момент выполняются работы по дренажу, устройству дренажа, а также подготовительные работы по выносу тепловых сетей. Потом будет выполнено устройство основания и щебеночная подготовка. Дальше уже непосредственно монтаж самой травы, укладка. Новое покрытие настолько универсально, что оно легко переносит не только низкие температуры, но и позволяет осуществлять заливку поля под лед. Таким образом, малое поле не теряет своей универсальности и позволит зимой играть в хоккей, а летом проводить футбольные матчи. Сейчас на малом поле центрального стадиона вырыт котлован глубиной около полуметра. Ведутся строительные работы. Все натуральное покрытие, которое присутствовало здесь, оно удалено. Через два с половиной месяца, согласно условиям контракта, здесь появится вот такое искусственное покрытие с высотой ворса 5 сантиметров. Оно полностью соответствует всем требованиям FIFA. И как заявляет завод-изготовитель, прослужит оно порядка 8 лет. Александр Перминов, Руслан Гаскаров, Интера ТВ Субтитры создавал DimaTorzok